69 жителей юго-восточных областей Украины прибыли в Чувашию в поисках временного убежища. Такие данные приводит управление Федеральной миграционной службы. Но цифры меняются едва ли не каждый день. Что может предложить республика тем, кто потерял на родине все? Семья Вазяновых 19 июня после того, как начались обстрелы, выехали из Луганска. Три дня прожили в лагере для беженцев в Ростовской области. Но потом решили через пол России приехать в Чувашию к родственникам. Да, мы надеялись до последнего, были поближе к границе, что все-таки... Было что-то как перемирие, а мы надеялись, а тут... Вернулся, но начались обстрелы, авианалеты, и поэтому мы продолжили свой путь. Я расстроился, вижу, что они не могут себе вдержаться. Я же согласился. А хотелось, хотел было сначала остаться там, дождаться. В течение трех дней со дня обращения миграционная служба предоставляет статус беженца. Это дает возможность трудоустроиться, если ожидание мира затянется. По данным госслужбы занятости, сейчас 10 человек обратились за помощью в трудоустройстве. На сегодняшний день у нас 1346 вакантных мест, 702 вакансии из них с предоставлением мест проживания. Сведения о вакансии представили 32 предприятия Чувашской республики. У нас вакансии по 118 различным профессиям. Упростили для украинцев процедуру предоставления госуслуг и собеседования. Это теперь можно сделать и по скайпу. Без проволочек стараются работать и в миграционной службе. Сейчас нашими законодателями прорабатывается вопрос по сокращению сроков оформления статуса временного убежища до трех дней и легализации права подачи документов после получения статуса временного убежища на участие в госпрограмме по переселению соотечества. В течение трех месяцев получить гражданство Российской Федерации. В основном те, кто выбирает Чувашу в качестве временного пристанища, живут здесь у родственников и друзей, которые могут их приютить. По данным Минздравсоцразвития, с заявлением помочь жильем обратились 12 семей. Но многие все же надеются вернуться. Надежда есть, конечно, вернуться домой. Хочется очень вернуться домой, потому что там осталась работа и наш дом. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.